Реальная ценность человечества – это сельское хозяйство, а продовольствие – самая стабильная валюта в мире. Об этих двух составляющих качества нашей жизни в ближайшие пять минут. Здравствуйте, в эфире Агросектор. В двух регионах Казахстана появились зерновые холдинги, объединившие мелкие и средние хозяйства. Это слияние стало итогом пилотного проекта по созданию фермерских кооперативов. Ожидается, что такие изменения дадут новый импульс для развития сельского хозяйства Казахстана. Казахстан занимает седьмое место в мире по экспорту пшеницы. Производство зерна является самой приоритетной отраслью сельского хозяйства. Поэтому первыми участниками пилотного проекта по созданию фермерских кооперативов стали зернопроизводители Акмолинской и Североказахстанской областей, которые объединились в два холдинга. Один из них, региональный зерновой холдинг, собрал под своим крылом 52 агрария Акмолинской области, который засеивает 360 тысяч гектаров земли. В 2016 году кооператив планирует расшириться до 100 участников с увеличением обрабатываемых земель до 1 миллиона гектаров. Это примерно 20% от всей посевной площади Акмолинской области. Хлеборобы говорят, что проект по созданию фермерских кооперативов для них стал полезным подспорьем. Я думаю, это огромный прорывной проект именно в качестве для развития сельхозтоваропроизводителя, именно развитие сельскохозяйственной отрасли. Оно как никогда именно сейчас необходимо. Принципами создания кооперативов является добровольность, порядочность, хорошая кредитная история и, самое главное, беззалоговое финансирование. С этого года мы разработали совместно с частным банком вот такой механизм. Я думаю, что этот опыт будет не только расти в объемах, но он будет расти по качеству, потому что будут вырабатываться новые механизмы, будут разрабатываться новшества, которые позволят еще более облегчить доступность сельхозтоваропроизводителей к финансовым средствам. Положительный опыт зерновых холдингов в ближайшее время должны взять на вооружение и работники других направлений сельского хозяйства. Они также намерены объединиться, чтобы выйти на новый уровень развития. По мнению экспертов, на начальном этапе становления кооперативов, несомненно, будет проходить некий отсев некомпетентных участников, поскольку объединение — это в первую очередь добросовестность, доверие и солидарность участников. Во всем мире увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами. Только весной этого года большая вода разрушила тысячи домов сразу в пяти городах Казахстана. Бороться с наводнениями и другими стихийными бедствиями нужно сообща. Всем миром считают представители программы развития ООН. Весной этого года наводнения отмечались в Акмолинской, Североказахстанской, Восточно-Казахстанской, Кустанайской и Карагандинской областях. В результате стихийных бедствий, по данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, пострадало пять городов и 24 района, где было потоплено 2418 жилых домов, размыто 164 участка автомобильных дорог и 9 мостов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов. В настоящее время для стран Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа в ряду глобальных задач стоит обеспечение безопасности в области чрезвычайных ситуаций. Пути решения проблем по управлению рисками наводнений искали участники международного семинара в Астане. Мы сейчас еще реализуем проект, который направлен на разработку плана подготовленности Республики Казахстан к стихийным бедствиям природного характера. Он находится на финальной стадии, и мы надеемся, что в ближайшее время в партнерстве с нашими коллегами в Комитете чрезвычайной ситуации данная программа будет утверждена. Сельское хозяйство является одним из ключевых секторов, где влияние климата приводит к определенным изменениям. Климатические изменения оказывают негативное воздействие на продуктивность главной зерновой культуры Казахстана — яровой пшеницы. В мире отмечается тенденция увеличения количества чрезвычайных ситуаций природного характера. Как говорят участники семинара, только обмен знаниями и опытом между странами помогут в решении проблем наводнения и последствий влияния климата на урожайность. По словам экспертов, в скором времени совместными усилиями будет создан комплекс мер по предотвращению рисков возникновения наводнений в Казахстане. Казахстан 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 Казахстан